Благодарю Тебя, Господи, за милости, долготерпеливый и многомилостивый Господь и Бог наш. Слава Тебе! Мы к Тебе прибегаем, Господи, и ожидаем милости. Дух Святой докоснется сердца людей, погрязших во грехах. Они не знают, что такое жить во свете любви Твоей. Сатана тешится, погубляя души бесстыдством, прелюбодеянием. Откройся им, Господи, и этот Содом и Гамора задохнутся в огне, и не будет избавляющего. Боже, слава Тебе! Благодарю Тебя, мой Иисус. Милости Твои велики. Долготерпение Твое многое. И чем мы предстанем перед Тобою? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! У вас что, вопросы? У вас вопросы какие-то есть? Да, есть. Ну, давайте, скажите, если хорошие вопросы. Я очень много грешил. Что со мной будет? Ну, кто грешил и не оплакалился, участь будет вместе с сатаной в озере огненном. День и ночь, веки веков, бесконечно. Поэтому Христос умер за грехи людей. И говорит, верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную, а не верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Да, обнадежили. Господь близок к сокрушенным сердцам. Разбойник покаялся рядом с Христом, с Христом на кресте был. Один злословил, а другой говорит, мы достойно получили по делам нашим. А он невинный страдает. Помяни меня во царстве твоем. И Господь сразу ответил ему, ныне же, сегодня будешь со мной в раю. Вот как получилось. Даже таинство ни одного не принял, а царство небесное получил. Вы меня извините. Есть церковь, святая православная церковь. Вы можете пойти, купить Евангелие, достать. Молитва слов, там все сказано. А я неверующий. Ну что, что неверующий. Неверующий это не заслуга, трагедия. Он верит в ничто, в нуль. Как Достоевский говорит. И ничего больше нет. Во что не верит. А откуда все появилось? Кто сотворил? Бог. Ну раз Бог, значит, озаботился о нас. Дал книгу. Какую? Святую Библию. Вот мы ее и считаем. И какой бы вопрос вы ни задали, он уже отвечен. А почему невинные люди поливают? Дети? Почему болеют? А человечески кажется так. А у Бога все вымерено. А одно, в первую очередь, младенец там умирает. Господь знает, что он выйдет в разврате какой-нибудь. Прежде времени забрал, чтобы он не погиб. Судьбы Божьи неисповедимы. Не нам судить. Мы не знаем. Иной может быть для славы Божией. А другой в поношение будет. Но Бог сотворил по образу подобию. Свободу дал. И Бог говорит, я предложил тебе жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Избери жизнь. Зачем тебе погибать? Вот и весь ответ. Нам дав Бог свободу. Избери лучше. Тем более оно известно из Писания. Четко и ясно сказано. А далее молись. Благодари Бога. Другая будет жизнь. Другая семья. По-другому все будет, чем у людей. А сегодня мужики-то собрались здесь. Половина голая ходит. Блудники. Все в кучу собрались. Блудят. Это место Содом и Гаморра. Оно будет выжжено огнем. Какое место? А вот где находимся сейчас. Мы пришли сюда людям рассказать о Боге. А вы знаете, кто изобрел вот эту рулетку? Мальчишка, двоечник. 17-летний. Андрей Терновский. А, да. Давно это было? Да не так и давно. Но он сейчас постарше. Ну, сейчас постарше стал, конечно. Но дело в том, что не он так люди все равно нашли бы грех. Но тут очень удобно. Разделиться. Но не только это. Вообще в интернете много, где блуд имеется. Где-то есть, а где-то и нету. Возьмите, как за этим следят, допустим, в Ютубе. Одно не лишнее движение, все закроют навсегда. Но почему? Есть же специальные сайты. У нас очень большие ресурсы. Вальчики можете снять? Я вам покажу, пожалуйста. Это наши ресурсы. Называется «Во свете Библии». Если поставите... Это YouTube. А если поставите «Во свете Библии» сайт, будет сайт. Огромный сайт. Там 50 книг мною насчитаны. Если в Скайпе, вот мои фамилии, имя. Можем встретиться. Или форум. У нас в Ютубе 14 тысяч 100 роликов. Тысяч. Мы строим православную деревню. Предприняли невиданную миссию. У меня 38 книг вышло из печати. Я решил их подарить Библиотеке мира. Мы живем в Барнауле. Мы доехали до Владивостока. Вернулись, заслали туда книгу к контейнерам. И прошли до Лиссабона. Прошли 6... Извините, у вас книги все в религиозной тематике? Ну, как сказать. Я в университете преподавал, поэтому студенты задавали вопросы. Я 18 лет сотрудничал с тюрьмою. Последний раз освободился только в 87-м году. У меня огромный-огромный опыт жизни. Создал я, по милости Божий, лагерь детский. Один такой был на всю страну. У меня и мусульмане, и православные были, и баптисты, и кого только не было. Из Канады, из других стран присылали. 45 лет я начальник лагеря. Ни один ребенок не заболел, не погиб. И государство ни рубля не дали. Только гнобили нас. А мы благодарили Бога, молились. Вот сейчас строим православную деревню с нуля. Разговоры о поселении можем вести с теми, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И тогда первый разговор ведем. А в стране 21 тысяча сел погибли полностью. 10 тысяч вот-вот закончится, там 2-3 человека. Мы взяли пустырь, получили статус официально через краевую администрацию, все, школу открыли. Православная деревня? Да, православная деревня, Алтайский край. Все верующие, учителя, школьники, выходят все с красными дипломами. Вот как Бог делает. У нас ни одного матерка не было за 27 лет. Этого никто не знает. Это как одна семья, храм построили сразу. У нас только кто и не был, с каких стран не приезжали. Готовим к окрещению. Брат у меня священник. У нас нигде не продается ничего в церкви. В церкви-то ты вот посмотришь, там и за крещение, за все берут. У нас святая десятина покрыла все. И поэтому нет нужды с тарелкой ходить, просить, а надо Бога славить. А почему говорят воины? Воины – это наказание Господне. Библия отвечает на все вопросы. Я одновременно вел занятия в пяти университетах, в тринадцати школах, в пяти отделах милиции, в городском и краевом УВД, во всех воинских частях, в заводах и пабриках. То есть Господь позволил мне охватить буквально все, весь край. Только в соседней деревне мы раздали более тридцати тысяч евангелий бесплатно. Да, но почему бы бывают воины? Люди грешат, и Господь наказывает. Их это божий бищ. Вы знаете, такие бищи были. Шингисхан, Тамерлан, Наполеон, Гитлер. Много было. А там были Атила, Аларих. Они все, хотите сказать, были грешники? Да мы не будем говорить, кто они были. Но Бог наказал людей через них. Вот это скажем точно. Люди не любили Бога. Они же великие люди. Ну вот, допустим, у нас было закрыто в стране 57 тысяч храмов, разрушено. 57 тысяч. 275 монастырей. А в 43-м году главный гонитель Сталин открывать начал храмы. Почему? Почему вдруг стали священников выпускать, а уж 9 десятых расстреляли? Все пошло по-другому. Почему? Гитлер с той стороны даванул, и сразу давай, братья и сестры. Видите, как было? Чтобы поднять дух. Правильно, правильно. А до этого еще не думали о духе-то. В гулаг всех загнали. Но это дело другое. Надо верить. А после этого и продолжилось же? Да, продолжилось сейчас. Вот мы ездили дорогой, у нас было. Мы шесть мусульманских республик прошли. К Турцию прошли. В Чечне два раза были. Я везде подарил книги. А вот православная церковь, она же не признает другие. Ну, нас не касается, кто признает. Нас везде встречали прекрасно. Мусульмане встречали как родных братьев нас. А к язычеству у вас не признает? Ну, к язычеству. Какое отношение в церкви? Ну, никакого. Они язычники, бесам поклоняются, демонам. Они этого не знают. Природу там считают. Так написано в Библии. Принося жертву, они приносят бесам. Так, вы минутку посидите, я посмотрю, что у меня там. Если человек верит в Бога, у него осмысленная жизнь. Великая, могучая цель. Вы думаете мне, сколько лет? Вам, ну, за 70. 80. 80. Так ты учни, что сколько я прошел пять тюрем, сколько меня крутили. Меня 26 лет выворачивали. А Господь позволил остаться живым. Я на Бога надеюсь. И вот сейчас только здесь, вот в интернете у меня, ну, вот у нас здесь 14100 роликов, вот в этом сайте показывают, на Ютубе. Сколько врагов? Пришлось только закрыть, в черный список занести 7500 человек. Это полдивизии. Полдивизии. А почему? И скажу, что ни один мусульманин на меня не нападает. Свои. Вот какое дело. А мы ездили в дороге. А кто нападает? Ну, кто там, кто-то. Еретики, сектанты разные, священники свои. Потому что я открыто говорю о всем, что надо выправлять. Людям не нравится. Ну, мне Господь говорит, гнали меня, буду гнать и вас. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Награда обещана. Я должен молиться за врагов. Нам есть что показать. А у них ничего нету. Их наняли, заплатили деньги, они клевещут, и больше ничего нет. Они ни одного слова не могут доказать. Да им это и не надо. Что доказывать-то? Лаят собак, а караван, говорит, идет. Это Бог так делает? Во все времена Бог восставляет людей, которые пробуждают совесть народа. Вот. Пост надо... Ну, у вас бывает пост великий. Да, вот сейчас великий. А его надо обязательно соблюдать? Обязательно. Через две недели начнется пост. Вот у нас в семье было, отец инвалид войны, вот так руки не было у него. До плеча почти. И у нас в тюрьме было пять мальчишек и пять девчонок. И как только от груди мать отсадит, уже молочного семь недель ребенок не видит. А пост у нас четыре поста. Да еще круглый год, среда-пятница. То, что больше половины года у нас постная пища. Постная. Да еще есть такие люди, которые по несколько дней не пьют, не едят. Совсем. Это смиряет тело, плоть. Ну да, но... Ну, я не думаю, что многие его соблюдают. Правильно. Правильно. Немного. Когда копают где-то, добывают золото, очень много камней, камней все отбрасывают. Золото очень мало намывается. Так и у людей. Не, не, извините. Ну... Вам идти надо, да? Да нет, в смысле... Ну, всего хорошего. Я хочу сказать, ну, вас не оскорбляют, что я скажу, что я неверующий. Да нет, наоборот. Я только помолиться могу, чтобы Господь дал веру. Неверующий – это человек пустой, у него ничего нет. Никаких нравственных принципов. А зачем? Пей, ешь, хватай. Почему? У меня есть. А ради чего? У нас первые секретари здесь были в районе. Такие добрые люди. Как только дали возможность. Приняли краевую администрацию, а сейчас по тюрьмам сидят. Что земледелю отпустили, они все прикарманили. Даже не верилось. Я знал, такие хорошие люди по тюрьмам сидят. Они свое не отдадут. А мы все отдали, у меня ничего нет. Мы для Бога делаем. Нам ни один человек попреха не сделает. Вот мы были в Баку, Азербайджан. В доме мулы ночевали, вообрази. И все это записано, ролики стоят. Беседовали там как. Потом в мечеть сходили, помолились. Господь близок. Умер за наши грехи Христос. Он взял грехи мира на себя. И мы, веруя в Него, спасаемся. А делами должны подтвердить, что мы живые, настоящие христиане. А какими делами? Делами милосердия, делами любви, верою крепкою, постом и молитвою. Милостыни, видеть нуждающихся, помочь. Это дела, которые громче слов наших говорят. Так написано, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Так да светит вас свет перед людьми. Такие дела. Вы Библию все знаете? Все знаю, да. Я 56 лет занимаюсь ею. Я вел занятия в университетах и все. А вот бывают же разные трактовки. Да, разные. Поэтому люди рождаются сектантами, секты разные. Приедут откуда-то. В Америке в одной 20 тысяч названий разных. А мы православные. У нас с первого века идет все. А они вот возникли там 200-300 лет назад. Христос не основывал другую церковь. Она одна церковь. Еретики. Они всегда были и будут. А католики? Католики это церковь со множеством заблуждений, но церковь. Потому что у них есть рукоположение от апостола Петра. Православные некоторые с этим не согласны. Ну, так мыслят. Я вижу, что к церкви относятся православие, католицизм, Григорияна Армянская, Копска и Сирска. Вот пять. Это одна церковь. Пять ветвей, так скажем. А вот вы слышали недавно одного высокопоставленного священника обвинили в педофилии. Да еще раз за одного Андрея Кураев, он узнал, что с семинаристами там делали. Это голубое лобби, говорит он. А почему так много бывает? Вот у нас даже, у нас в республике был случай подобный. А вот вы посмотрели, когда в плен попали в Афганистане, и как их там насиловали. Ну, что сделаешь? Грех остается грехом. Всегда было так. Почему? Страха Божия нет. А почему среди служителей церкви так встречаются? Ну, служители-то они еще, они такие же люди, как мы. Ему, конечно, строже будет изыскание. Вот у нас в Библии написано, что если вышла замуж, девочку выдали. А, ну, постель чистая, все. А дальше-то видно будет, что она была девственница, пятна там появятся. Ей нету простынь. Подписывают, свидетели хранят. Но если возьмут, она не девственница. Закон гласил, приведите к дому отца и убейте возле дома. А если это дочь священника, тогда приведите к дому отца и живем сожгите. То есть еще... Чтобы нам не повторяться, время зря не терять. Ну, это... Я такого раньше не слышал. Ну, ну, слышали. Вот видите, как полезно нам встречаться. И даже здесь этой мерзости... Ну, это же дикость. Это же дикость. Ну, вот так. Только так я могу сказать. Ну, а как, у мусульман-то это правило-то и есть как раз дикость-то. Ну, у мусульман-то есть, а в детском завете... Ну, вот, мальчишка, 16 лет, интервью дает. А ему говорят, а отец где твой? Отец погиб, видимо, шахидом был. А мать? Ну, мать, она живет. А если мать будет принимать какого-то мужика, не замуж выйдет так? Зарыжу. Ему говорят, у тебя сестренки сколько лет? 15. Ну, она какого-то парня приведет, ты узнаешь. Зарыжу. Вот и все. Он на страже стоит. Вот когда брали там какие-то... Не в Абхазии, там это... Здесь где-то близко, ближе к нам здесь. Ну, и которые там боевики зашли, взяли их. И что-то он с его сестрой там заметил не так. А мальчишка-то совсем 16-летний, ну, молоденький такой. И он знает, что ему будет. А он начинает сестру оскорблять его. Она тоже, как их согнали с деревни это... Он выхватил автомат у него и застрелил. Ну, его сразу мальчишку-то застрелили. Он за сестру... Это же дикие люди. А вы одобраете подобное? Я ничего не одобряю. Зачем грех одобрять? Надо плакать об этом. Я говорю, события такое. Показано, как они ревнуют об этом деле. Как они сохраняют себя. Мы доброе берем и везде. Дикие люди. Нельзя себя так вести. Нельзя так, но это есть в мире. И мы говорим, какая причина к этому. Они живут своим законом, своим прайдом. Вы знаете, как там к женщинам относятся? Я отлично знаю. Вот сейчас я посмотрел вот в этой рулетке, вот здесь, в этом чате. Примерно так. 80% мусульмане. А другие 50% из этих же 80% голые. Я сейчас все записываю. И она расшиперила ноги. И половые органы улыбаются, показывают, стоит и все. Это невиданная вещь. Но ни одной мусульманки здесь нету. Запомним это. А мужики пришли. Я их спрашиваю. Мужики, а вы зачем здесь? Ну вот, знакомство там поговорить. На чем вам говорить-то? Говорить тебе не надо. Значит, зачем бы ты, говорится, преждевременно штаны-то снимал? Вот и говорить. Я говорю, тебе дома 4 жены разрешают, ваш пророк? Да. За каждую колын надо просить? Большой. А здесь 44 даром. Ты пришел сюда, жеребец. Вот и все. Так, вы извините, но вы сказали, в Ветхом Завете было такое, ну, то, что если не девственница, ее надо убивать. Если она не девственница оказалась. Надо, я не говорил надо. Я говорю, закон гласил так. В Ветхом Завете. А вас-то, кто образовал вашу религию, он половину взял оттуда. Когда был? Половину взял. Половину оттуда взял с Ветхого Завета, остальное от Еретикопа. Он был очень любознательный, живой такой человек. Кто из этих? Ваш, кто вам написал Коран? Кто создал вашу религию? Так, я не их. У меня один том написан про Коран. Я разбираю по сурам, аятам весь его сравнивать с Библией. Я могу сказать, сколько букв в нем. Сколько времени считать. Какое-то в одну целую, шестнадцать сотых, он меньше нашего Нового Завета. Этих данных ни у кого нет. Я специально занимался этим. Я спрашиваю, сколько... Ну вот основатель вашей религии. Вот смотри, я говорю, вот вы называете его... Он воевал? Да, воевал. Сколько войн провел? Ни один мусульманин не знает. Вы свою религию-то не знаете. Аллах, Аллах, а сам ничего не знаешь. Ты считай, что... А я не их религии. Вы меня перепутали. Ну, перепутал, может быть. Ну, а я с мусульманами разговариваю, вот здесь же в чате. Сколько войн провел ваш основатель религии? Не знаю. Я говорю, запоминай хорошо. Семьдесят два. И только две войны были у него оборонительные. А семьдесят грабил караваны. Ну, какой это пример-то? Ворованные караваны. И кого захватит в плен. Или принимаешь мою религию, или убивает сразу. Ну, какая же это вера-то под ножом? У нас этого даже во сне нету. У нас наоборот. Вот даже я веду в университете занятия, другой желает к нам пристать, а мы еще и вот три года держим по отдалению. Беседуем, научается, приходит, узнает, видит. Нас сравнить никак нельзя, даже близко нету. А к буддизму у вас какое отношение, я хочу узнать? К чему? К буддизму. Ну, что к буддизму? Язычество, бесовство. Бесовство одно. Я им написал, а они обиделись. Бесовство? Конечно. Если у мусульман там многое взятое из Ветхого Завета, то есть от евреев. Это еврейское взятое, как у нас Новый Завет. Еврей же Христос был по плоти. А у тех-то ничего нет, у тех просто так. Шаманы разные, эти факиры. Это все от сатаны. От сатаны? Да, именно так. Ну, конечно, будут обижаться. Так? Их же, ну... Мало что так. Пусть они докажут, что это не так. Вот эти нос себе, щеку продырявливает, идут. Они ничего не знают. Ну, время тоже не сможете доказать. А что ему доказывать? Сказал Христос и отошел. Он умер за грехи людей и воскрес. Написано в Евангелии, в Библии. А человек не верит. Не верит, погибает. Что ему доказывать-то? Доказывать не надо. Доказывать не хотите, да? А что доказывать? Бог есть. Что доказывать? Вы видели мастера Маргарита? Как исполняет? Кто роль Валанда исполняет? Басилашвили. Он прям как воплощенный, будто бы Валант. И тебе говорят, ну это же надо доказать, что Христос был. Он говорит, не надо доказывать. Он был. Я был там. Он дьявол. Я был. И дальше начинает говорить и показывает картину, как Христос этот идет Пилат. Как Христа на допрос приводит. Я видел это. Он там был. Доказывать нечего. Сердце твое должно подсказать тебе. Я вот обратился в 23 года. У меня в жизни все прекрасно. Бог дал знания нескольких языков. Я в армии служу. У меня увольнительное на год давалось. Я один был на Дальний Восток, только с такой увольнитель. На год. Не на сейчас, а на год. Техник, смотритель воинских зданий, ракетный хвой с Дальнего Востока. Полная свобода. Вы военный человек? Да. И когда я... Внутри меня все время было ощущение неполноты жизни. На корабле работаю. Поступил в мореходное училище. И вдруг мне в руки дали Евангелие. Я склонился. И когда я встал, я на себя. 20 минут, которые зашел сюда, я гляжу, это не я. Я совершенно другой. Вот по православному военные, получается, грешники тоже. Ну, если убивают грешники. Военные – это разное. Бывают врачи там. Врач спасает людей. Рискует собой. Это как фильм «По соображениям совести». Вы слышали? Ну, что я говорю-то. Я вернулся. 18 лет сотрудничал с местной тюрьмой. 3700 преступников. Они знают меня. Они все знают. Я знаю, о чем он думает даже, когда подходит. Как вы знаете? Ну, я вам сказал, как. Опыт я же столько там провел вместе. И они это знают. Они мне открывают. Ни одному следователю то не откроют. Ну, военные, значит, плохие люди. Я не говорю, что плохие, но они христианами не могут быть. Определенно. Не могут быть? Никак. Мы мирные люди. Мы благодарим Бога. Господь говорит, вложи меч в ножны. Взявший меч от меча погибнет. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. А вот монах был, ослябе. Молодец парень. Ну, конечно, знаете. Он тоже, значит, грешник. Ослябе-то с пересветом. И дело в том, что их Сергий Радонежский благословил. А есть канон такой. Если, будучи иноками, они приняли, сняли с себя воинские доспехи, а тебя потом заново надели, их анапями предают. Так что и Сергий Радонежский вместе с ними в один мешок надо было. Конечно, не нравится, что я так говорю. А почему? А каноны, правила. Они их забыли, а я им напоминаю. Да, каноны. Николай I тоже. У нас каноны, которыми управляется жизнь, 7 вселенских и 9 поместных. И 17 святых отцов. Это 719 правил. Из них 413 ежедневно нарушаются. Это моя наработка. Я много работал над этим. 57. Николай I. Святой человек. Николай I. Все говорит. Какая была обстановка у него. Он один ездил. Вы знаете, сколько у Клинтона было охранников? Полторы тысячи. И однако Кеннеди не могли спасти. А в тот день около 10 тысяч там, наверное, было. Бог назначил и убрал. А, допустим, этот был Ельцин. У него 750. Извините, но Путин плохой же человек, согласитесь? А почему я должен соглашаться? Не соглашусь. Я не знаю. Он развязал войну. Ну, войну развязал. Что это? На Украине. А что другое-то было? По его вине погибли десятки тысяч людей. Как судить-то за глаза? Я знаю, что... Нет. На Украине сейчас идет война. Это неправильно. Туда идти не надо. Меня спрашивают, как? Крым всегда был русским. Это Хрущев подмахнул Нине Петровне. Он никогда не был украинским. Они там не воевали, ничего нет. Русские его когда-когда еще завоевали? Он русский. А Украина, Донбасс где-то, я с этим тоже не согласен. Как так? А русские сейчас воюют? Воюют. Это неправильно. Мы должны молиться, чтобы Бог вразумил их. По воле Путина. Не знаю я про Путина. По воле его или нет. Можем ошибиться. Поэтому за незнание не спросятся. Ну, вообще-то это известный факт. Ну-ка. Известный. Какие данные? Называйте по порядку. Какие указы он издал? Какие указы он издал? Что идите воюйте? Где? Или как? Он стоял, благословлял их? Или как? Как известно? Мне неизвестно. Он же командующий. Ну, так что командующий? Какие войска? Там свои воюют. И добровольцы, которые идут. Войска нету. А только разговоры. А то разговоры идут. Это политика. Там добровольцев сколько есть, которые никакого отношения ни к армии, ни к Путину не имеют. Ну, просто не знаете. Я когда... Мы же проехали это все вдоль и поперек. Мы доехали до Дальнего Востока. Я дарил книги. Доехали до Лиссабона, от Тихого до Атлантического океана. Турцию прошли. Скандинавию, Прибалки. Я 650 городов посетили за три года. 120 тысяч километров прошли. У меня пенсия, вот сейчас, в настоящий момент, сегодня, за 35 лет стажа у рабочего, 8 тысяч, 141 рубля, 33 копейки. Это мало. Мало. А то, что говорить, да даже ЖКХ больше сделает. А я живу, у меня все есть, я благодарю Бога. Мы живем, благодарим Бога. Другое, что будет, не знаю. Сказали бы, а вы хотите другого правителя? Я молюсь за этого, Бог сказал. Чтобы не было покушения, чтобы мудрые законы издавали. Я каждый день его упоминаю. Медведева. Поминаем. Медведева тоже? А? Медведева тоже упоминаете? Обязательно. Дональда Трампа сразу упоминаем. Этого. Рамзана Ахматовича Кадырова упоминаем. На каждой молитве. Дальше. Петра Порошенко. Вот. Александра Лукашенко. Эрдогена. Турецкого. Где война вот все идет. И мы каждый день молимся, их имена произносим на молитве. Но это же плохие люди. Плохие. Они не хуже нас. Плохие это отвлечено понятие. То, что я верю, я в советской власти был самый плохой. А как только советская власть кончилась, обо мне в фильме снимают, которые занимают первое место на международных киноконкурсах. Документальные, притом. Не артисты играют. Видите, как власть сменилась. Меня не трогают. Мне бы не разрешили написать эти книги. Я бы никогда не преподавал в университетах. Не вел бы три программы по радио, по телевидению. Этого бы не было. Деревню бы мы не начали строить. Лагеря бы не было. Ничего не было. Кроме тюрьмы мне ничего не светило. А вот при этой власти я свободен. Везде проповедую, езжу, говорю, издаю, пишу. Возьми только. Только в интернет его бы не было, как в Северной Корее. За то, что есть телефон, смертная казнь. Телефон. Ну какая власть. А у нас хоть десять телефонов, еще тебе нужды нету. Вот. Ну, нужды очень много. Как же ты это? Очень многие нуждаются сейчас. Новодвиги не могут. Знаете, земля пустая, и люди не идут туда. Там уже Хабар, все Китаем заполнено, до Байкала. А здесь южные народы подпирают. Вот когда у них там был, что там, не знаю, Курбан-Байрам, кажется, праздник был. Вышли на улицу и говорит, 200 тысяч человек. Сегодня уже поправка идет. Не 200 тысяч мусульман, а миллион 200 тысяч. Не проехать, не пройти. Они дружные. Их так учат. Они ничего не знают. А это они знают. Быть вместе. Вместе ладоши хлопать. Вместе прыгать. Вот. А в сравнении это с христианами они никакие. О духовном рождении они не слышали даже. Они понятия об этом не имеют. Мы разница, как небо и земля. У нас все духовное перед Богом. А они, у нас даже если на женщину с вожделением, с пожеланием посмотрел, уже прелюбодействовал в сердце, возненавидел кого-то, ненавидел, там под одеялом лежал, да что бы ему, уже как убийца считается. А у них нужды нет. Везде эти взрывы, Бесланы, еще только нету. Возьмите Норд-Ост. А кто это все делает? Куда ни возьми. В метро кто взрывал? В Волгодонске кто взрывал? И берут на себя ответственность. И в Испании, и в Англии, и во Франции. Везде, везде, везде они. А у нас этого нету. Ну не буддисты же это делали-то. Они не отрицают. Ну, они агрессивные. Они агрессивные. Ну вот разница-то есть. Я к тому, что они начинают сравнивать, а сравнивать не с чем. У нас ни одного там нету. Нигде вы не слышите, что там взрывали или что-то. Тем более христиане. У нас даже об этом думать нельзя. А вот вы, извините, почему вы считаете, что ваша православная конфессия самая верная? Потому что она идет от Христовых дней. Он ее основал. А эти там лютер кто? Лютера, не. Вот если Маркс... Католики? Ну, католики от апостольских времен. Католики настоящая церковь. Я бы называл пять. Григорияна, армяне. У них от апостольских. Дальше. Ну, вот копты и сирийцы. Все, больше нету. Остальные все еретики. В Америке только 20 тысяч разных названий еретиков. А то какая конфессия, какой деноминации. Это два слова, которыми прикрыли слово ересь. Надо спрашивать, а ты какой ереси принадлежишь? Ну, не знаю. Вы скрестили достаточно позже. Да. За плечами по 988 лет. Как можно утверждать, что он возникло раньше? Ну, потому что приняли, как в Греции было. А в Греции от евреев приняли, как? Очень даже просто. Греки-то не выдумывали. У них уже тысячу лет это было вера-то. И храмы были, и богослужения. Все было то же самое. Русские-то приняли готовые уже, сформировавшиеся церковь. Как? Так и приняли. А евреи? Евреи, как были, которые уверовали, христиане. Вот у меня еврей, крестник. Крестили, я его восприял. Наум Израилевич. Сейчас он священником у патриарха Ильи Второго. Чистопородные евреи, родители в Израиле. Прекрасный человек. Кроткий, смиренный. Кроткий. Значит, надо быть смиренным? Господь сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердце. Вы найдете покой душам вашим. 11.28. Иван Грид Матфея. Подставь свою левую щеку, да? Как? Ну, подставь свою левую щеку. А, нет, ударят по правой щеке, поставь другую, да. И что? Ну, так надо делать. Ну, надо делать, делать или нет. Да, это закон, установка. Так, тебе нравится, значит, так получишь. Почему тебе нравится? Иди, блядь. Так, брат, дела такие. А если не такие, то какие? Вопрос сразу стоит. Бог силен изменить человека. Я говорю, вот я в армии был, посмотрел фильм «Отверженное» для мезерабля Виктора Гюго. И там написаны слова. Разве другой цели не было? Спасти не жизнь, но душу. Там главный герой Жан Вальжанова, Жан Габен играет. У меня на поиск начался, я искал бы. Я с детства знал, что Бог есть. От грехов меня там, от воровства, от женщин, от матерков меня Бог избавил. Мама научила так. А дальше-то ничего не знал. Дальше-то одни глупости. Как сейчас помню, ходил добровольцем записывать, собоевать в Алжир. Ну, ты вообще даже не придумаешь. Волонтер вместе с легионерами. В Алжир? Конечно. Там советские были. Они везде толкались. А долго вы там были? Да не был я там. Пошел записываться. А? Я не был там. Я много ездил по Америке, меня вызывали. Вот, проехали здесь мы всю Европу. Останавливались и везде проповедовать пришлось. И дарить подарки, книги свои. Шестьсот пятьдесят мест. У вас много последователей, да? Мы ездили двое. И шофер третий, и собака. Три человека и собака. Что интересно, собака немецкая овчарка, а хозяин кинолог, дрессировщик. Ну, а я занимался в уголовном розыске. Я дорогой с ней занимался. Он вернулся, у него собака и собака. Он пошел на соревнования, он стал чемпионом Сибири. Когда в автовой поездке были, вернулись, он стал чемпионом России. Это же не игрушка. Умная собака. Очень умная. Она везде нас охраняла. А вот вы с кем-то договариваетесь там? В аренде помещения там? Ну, где-то договариваемся. А где-то вот в университете... Вы же это все заранее делаете, да? Заранее. Да, вот мы едем в библиотеки, встреча библиотеки. Подъезжаем к библиотеке. Если нет, тогда даже на дому искали где. Нам нужно было каждый день посетить пять мест. А много к вам людей приходил? Ну, как сказать много. Иногда на стадионе. Не много, конечно, много. Откуда много? Да что такое много? В одном муравейнике больше, чем у нас в городе. Вот нашли, это... Пишут, косяк рыбы шел. Ну, ориентировочно так. Два миллиарда сельди там было. Два миллиарда. Да же много два миллиарда. Таких все городов-то нету. И Каир даже меньше. Хотя там 21 тысяча, как в Техасе. 21 миллион, как в Техасе. Много. 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 Вот вы вечером ложитесь, спать и лба не перекрестите. И вам кажется, все нормально. Садишься за стол, не помолился, не поблагодарил. Это нормально? Ну, ну, нормально. Это деревянное надо иметь мозги и ржавую железку вместо сердца. Чтобы Бога не возблагодарить, который сотворил мир, дает дождь. Земля где-то летит в космосе быстрее пули. Такое чудо все сотворено. А я, ну, крайне неблагодарная свинья под дубом. Бог все наполнил красотой своей, все разное. А мне не надо. А само по себе. Из-за мебы кит получился. Из-за мебы кенгуру выползло. Ну, что уж-то совсем-то уж такими себя ставить-то. Ну, посмотри, какой питон. И какая килька. А-то что, одно и то же? Какой слон. И какая вошь. Похоже. А по-безбожему-то все одно из одного приспосабливалось. Костя. Ну, такая дурь, даже слушать нечего. А когда ты знаешь всему, творец Бог, все встало на место. Бог вечен. Вот два миллиарда мусульман верят, что есть Бог. Два миллиарда с лишним. Христиан верят. Исполняют, не исполняют. Там верят, что Бог сотворил. Так я еще не беру. А вы, извините, а вы верите, что люди произошли от обезьян? Да я еще обезьяна, что ли? Моя бабушка нормальная ходила на двух ногах. Она по деревьям не лазила. До эволюции не верите? Да нет, конечно. Нигде в мире не найдено ни одного скелета промежуток, что между астралопитек, олимпийской антроп какой-то, между человеком обезьянной нигде. Академик Верхов доказал, что те кости, которые показывают, они находились на расстоянии до пяти метров от разных животных. Ну, прям совсем ничего. А верят, а в что верят-то, что динозавры под нами живут? Ну, кости динозавров-то находили. Да, сатана что угодно подбросит кости динозавров. Сейчас находят кости, люди какие были, 25 метров высоты. Ну, что смеяться-то? Враньё всё. Это же люди науки, они подкрепляют. Да никакой науки нету. Науки. Интересно, пастух, паста в Казахстане, пастух, и увидел большой камень, и на нём написано что-то непонятное буквами. Ну, он одному сказал другому, а потом сам пошёл, это в Алма-Ата, и сказал, те поехали. Да это редкий камень. Они его, экскаваторы там подняли его, всё-таки привезли. И во дворе установили. Ну, и доказывают, какая эпоха, какой там период был, неолит там, всё. А потом оказалось, когда узнали в газетах, то там они защитили две докторских, кандидатских штук 20, защищают, всё. И в это время нашёлся человек, один говорит, о, докататками, да мы фильм, говорит, снимали, специально это на нём выбили. Фильм, фильм мы снимали, то есть подтвердили. А эти-то уже за свои должности-то уцепились. Ну, враньё сплошное. Ну, это были шарлатаны. Шарлатаны, они и есть шарлатаны. Не все же такие. Они не знают, что говорят. Василий Великий жил в 4 веке, он больше их знал. Скажи, зачем мы человеком... Ну, наука же разбирается. Да, наука. Наука – это старая старуха, выжившая из ума, которая под себя ходит. Наука. Вы так считаете? Да считать не надо. Сколько лет считали, одно теперь оказалось, ничего этого нету. Вот сейчас скажу я вам, в 91-м году отменили экзамены по всей стране, по истории. Почему? История страны чудовищно искажена. А там кандидаты, мастера, доктора, кого только не было. Враки. Вот Россия для русских. Путин сказал, говорит, придурки за это.